Согласно данным международных экспертов, производство пшеницы в Казахстане в 2021-2022 маркетинговом году составило 11,8 миллионов тонн, и это 14 место в мировом рейтинге. Для отечественного агропромышленного комплекса прошедший сезон был одним из худших. Засуха, длившаяся с весны до первой половины лета в сочетании с аномально высокой температурой воздуха, привели к катастрофическим последствиям на полях. Увеличение пассивных площадей до 8-летнего максимума было полностью нивелировано снижением урожайности на 30% в среднем по стране. При этом Международный совет по зерну оценивает производство зерна в 2022-2023 маркетинговом году почти в 18 миллионов тонн. Показатель внутреннего потребления составляет 2,6 миллионов тонн. Экспорт может достигнуть 9 миллионов тонн. Конечные запасы страны могут составить до 1,2 миллиона тонн. Отметим, что наша страна по-прежнему входит в десятку основных мировых производителей пшеницы. Сколько же и какой пшеницы выращивает Казахстан? Кто покупает ее у нас и что мы из нее производим? Расскажем в очередном выпуске программы «Наш продукт». На мировом рынке Казахстан известен как производитель зерновых. Как прежде всего пшеницы, приоритет на зерновые сложился еще во времена СССР и, скорее всего, продиктован не эффективностью их выращивания в республике, а необходимостью большой страны в продовольственной безопасности. Дальнейшее развитие в этом направлении было в большей степени по принципу «потому что так делали всегда». В 80-е годы прошлого столетия производство зерна в Казахстане обеспечивалось за счет интенсификации производства. 50% урожая формировалось за счет применения минеральных удобрений, 20% за счет использования районированных сортов и 30% за счет соблюдения технологий. Казахстан по урожайности пшеницы занимает 109-е место из 130 стран мира, культивирующих ее. Наша страна в основном выращивает мягкую пшеницу сильных сортов, которая содержит много белка, но имеет низкую урожайность относительно мягких, слабых сортов. И все же работа над повышением урожайности ведется постоянно, а ученые работают над созданием новых сортов. В нашем центре создан новый сорт яровой мягкой пшеницы «Таймас». В 2022 году он допущен к использованию по Акмолинской области. Этот сорт среднеспелого типа созревания созревает примерно за 90-95 дней. Биологическим особенностям сорта относятся его устойчивость к засухе, к полиганию, устойчивость к бурожавчине. По исследованиям, проведенным в Институте биологии и биотехнологии растений, устойчивость к бурожавчине объясняется наличием генов ЛР-19 и ЛР-37. Урожайность в среднем нового сорта составляет примерно 16-20 сантиметров с гектара, а потенциальная урожайность достигает 38 сантиметров. При этом новый сорт формирует высокие показатели качества зерна. Так, содержание белка в среднем за годы испытания составляло 15-1-15-7%. Содержание клейковины 32-34%. Сила муки выше 300 единиц альвеографа. Хлебопекарная оценка 4-6 балла. Сорт запатентован. Вот недавно мы получили в январе патент на этот сорт. То есть права на сорт защищены у нас. Если патентом можно обезопасить себя от конкурентов и плагиаторов, то гарантировать 100% урожай и большую прибыль не может ни один фермер. Погода каждый сезон диктует свои правила и зачастую будто испытывает тех, кто работает в поле. Поэтому работа ученых над новыми сортами никогда не теряет свою актуальность. Она всегда актуальна. И вообще наша область Акмолинская, она преподносит каждый год сюрпризы какие-то у нас. У нас не бывает, у нас каждый год, они похожи друг на друга. У нас бывают дождливые, когда ты не можешь убрать. Бывает очень засуха, когда ты уже можешь в конце, например, августа уже убрать весь урожай. А если дожди, они нам затягивают. И вообще как бы наша зона, для нашей зоны вообще вот мы когда вот работали, мы выдвинули, что в нашей зоне именно вот мы можем, в нашей Акмолинской области, наш центр, мы можем создавать сорта именно на пищевые и кормовые цели, а также для нашей зоны очень хорошо среднеспелого типа сорта созревания. Потому что если раннеспелые, ну как бы оно хорошо, но у них низкая урожайность. А когда среднепоздние сорта, то получается, что мы можем их не убрать. Если, например, такие, когда дождливые, бывает, дайте август, там уже созревались. И получается дождливые, ты можешь это не убрать. Оно идет, там, подгон, зелень, и ты можешь это не убрать. Поэтому лучше всего среднеспелые сорта. Поэтому мы и работаем со среднеспелыми сортами. Казахстан по итогам 2021 года отправил на экспорт 7 миллионов 90 тысяч тонн зерна. Это на 184 тысячи тонн больше показателя 2020 года. Хотя специалисты считают, что, скорее всего, прирост произошел за счет реэкспорта российской пшеницы, ведь ввоз импортного зерна в Казахстан за год вырос почти в два раза. Тройка лидеров по покупкам казахстанской пшеницы не меняется уже несколько лет. На первой позиции Узбекистан, который купил почти 3 миллиона тонн. Расположившийся на второй строчке Таджикистан купил чуть более 1 миллиона тонн зерна. И замыкает тройку лидеров Иран, который купил 867 тысяч тонн зерна в Казахстане. Однако на экспорт уходит не только казахстанское зерно, но и мука. Ее в Казахстане производится более 3 миллионов тонн в год. Почти половина от этого объема экспортируется в разные страны. Крупнейшим покупателем муки из Казахстана является Афганистан, который покупает более половины объема экспорта 756 тысяч тонн. Далее следует Узбекистан и Таджикистан, которые приобретают 445 тысяч и 83 тысяч тонн соответственно. Также среди покупателей нашей муки числятся Россия, Туркменистан, Кыргызстан и Украина. Кстати, Казахстан единственная в мире страна, которая продает на внешнем рынке пшеничной муки больше, чем потребляет сама. По уровню производства и экспорта муки пшеничной на душу населения Казахстан на первом месте в мире. Казахстан также является мировым лидером по объемам экспорта пшеничной муки и на протяжении последних 15 лет входит в тройку мировых лидеров. И тем не менее проблем в вопросе экспорта казахстанской муки в другие страны достаточно много, так как сами же покупатели заинтересованы в развитии собственной мукомольной отрасли, а значит поддерживать казахстанских производителей муки не спешат. Уже на протяжении нескольких лет страны-импортеры нашей муки применяют меры нетарифного ограничения в торговле, создавая тем или иным способом благоприятные условия для поставки в их страны не муки, а зерна. К примеру, Узбекистан ввел акциза на ввозимую муку, Таджикистан – дифференцированный НДС, Кыргызстан вообще обнулил ставку НДС при импорте зерна. Все это стимулировало развитие мукомольных мощностей в этих странах и препятствовало импорту казахстанской муки. Как результат – падение объемов поставки муки в эти страны и рост поставок зерна. Так, Таджикистан, занимавший в недалеком прошлом 20% объемов экспорта муки из Казахстана, теперь занимает всего 2%. Доля поставок муки в Узбекистан упала с 67 до 28%. При этом поставки зерна в Таджикистан выросли до уровня свыше миллиона тонн в год, в Узбекистан до уровня около 1,8 миллиона тонн в год. Вполне понятно, что изменение ситуации и отмена нетарифных ограничений в странах-импортерах нашим мукомолам не под силу. Это прямая задача госорганов, которые вроде и стараются что-то сделать, но уж очень медленно. На отмену акцизов на ввозимую муку в Узбекистан ушло 6 лет. 6 лет, в течение которых узбекский бизнес создал сферу частного мукомольного сектора, который теперь является прямым конкурентом для наших мукомолов, как при поставках муки в сам Узбекистан, так и при экспорте нашей муки в Афганистан. То же самое и в Таджикистане. Мы, к сожалению, на государственном уровне не выработали оперативных мер зеркального реагирования, а без активной защиты государством интересов бизнеса на внешних рынках развитие экспорта любого вида в современных условиях практически невозможно. Поэтому борьба за внешние рынки – общая задача, решение которой нам видится только при условии тесного государственно-частного партнерства. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, Казахстан занимает шестое место по размеру сельскохозяйственных угодий – 79% от площади страны. Однако пахотные земли составляют только 14% от сельскохозяйственных угодий. Это означает, что значительный объем сельскохозяйственных угодий в Казахстане приходится на необрабатываемые земли – естественные пастбища, луга и степи. Зерновые культуры являются основой растеневодства Казахстана. До 2007 года на их долю приходилось около 90% пассивных площадей. В дальнейшем их доля постепенно снижается и в последнее время составляет около 80%. С 2007 долю в структуре площадей начинают понемногу отвоевывать масличные культуры. При этом площади подзерновые не сокращаются, что свидетельствует о росте использования пахотных земель. Основываясь на производстве и экспорте пшеницы за продолжительный период, можно констатировать, что для поддержания продовольственной безопасности страны необходимо 10-12 миллионов тонн пшеницы. Казахстан может производить этот объем экстенсивным путем развития хозяйствования, как сейчас, особо не вкладывая ресурсы в поднятие качества и эффективности производства. Следовательно, можно сократить используемые под пшеницу пассивные площади и перейти к выращиванию других, более эффективных культур. Либо пойти другим путем – поднимать урожайность, повышать качество, разрабатывая при этом агрессивную маркетинговую политику продвижения товара на мировой рынок. Какой из этих путей приемлем для Казахстана во многом зависит от закладываемых целей – перестать гнаться за лидерство по экспорту пшеницы и начать активнее заниматься и другими культурами, либо постараться сделать казахстанскую пшеницу эталонной, которая не уступает аналогам из Австралии и Канады, имеющих схожие с Казахстаном земельные ресурсы и климатические зоны. На сегодняшний день я считаю ситуацию стабильной. Валовые сборы зерна у нас увеличиваются, качество зерна, как я уже сказал, высокое. И в целом, я думаю, мы будем повышать экспортный потенциал нашей страны. И все же перед агропромышленным комплексом страны стоит задача – увеличить глубину переработки и продавать уже не только зерно или муку, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью. И в этом случае наша страна может похвастаться производством качественных макаронных изделий. Видов макарон действительно очень много, и у нас есть потенциал производить их не только для казахстанцев, но и обеспечивать граждан других стран. Краткий экскурс в историю. Индийцы и арабы начали употреблять макароны с 1200 года нашей эры. Удивительнее всего, что слова «севика» и «ришта», которыми индусы и арабы называли макароны, имеют одинаковое значение – нить. Более того, итальянские спагетти, произошедшие от слова «спаго», переводятся как «митеобразные». С появлением пасты пришлось придумывать новый прибор для употребления продукта, так как деревянное шило, вилка с тремя зубцами, было не очень удобно, а поедая пасту руками, можно было испачкать дорогую одежду. Выход был найден при дворе короля Фердинанда II. Именно его придворные придумали укоротить шило и добавить ему еще один зубчик. В таком виде вилка сохранилась до наших дней. Макароны бывают разных видов – сверхдлинные, длинные и короткие. Их производят из ржаной, гречневой, соевой, рисовой муки, однако чаще всего макароны делают из пшеничной муки. В этом последнем случае также существует известное разграничение. На макароны из муки твердых сортов пшеницы, мягких сортов и, наконец, изделия из смешанных сортов. Кстати, широко известное блюдо – макароны по-флотски – имеет свою историю. С начала 20 века макароны по-флотски стали многолетней традицией и знаменательным символом хорошей еды на флоте. Редкое приготовление, связанное с поощрением за тяжелый труд, возвело блюдо в ряд культовых блюд. Учитывая, что в то время макаронами по-флотски кормили только на кораблях, большинство матросов запоминали эту пищу как истинно флотское блюдо. Вернувшись на гражданку, матросы уже на суше делали самостоятельно или просили жен приготовить им те самые макароны по-флотски, как на службе. А дальше блюдо уже пошло в массы. Первое документальное упоминание рецепта макароны по-флотски было напечатано в советской книге «Кулинария» в 1955 году. Некоторые рецепты из данной книги до сих пор используются на предприятиях общественного питания, в основном в небольших столовых. Как изготавливаются макаронные изделия в промышленных масштабах, расскажет технолог завода из Тараза. Изначально у нас процесс идет два бункера по 300 килограмм. Засыпается мука, мука из высших сортов, из мягких сортов, но особенно особенностей. То есть засыпается, готовится солевой раствор и есть дозаторы, которые определенно засыпаются водой до полуготовности. Потом скидывается уже замес в нашу варшуб, где она до нужной температуры держит и подается на раскатывающие валы, где у нас каждый вал делает свое дело. То есть раскатывает до нужной толщины и подается уже на лапшерезку. После лапшерезки она подается у нас в паровую туннель, где она у нас сохраняет свою форму, красоту и термообработка проходит. Дальше у нас идет нарезка. Здесь у нас лапша, получается, подается в паровую туннель, где она проходит, я как говорил, термообработку, во-первых, свою форму сохраняет, свою красоту и после обработки, то есть в 90 градусов она проходит обработку и после подается на нарезку, где мы контролируем все шкафом управления, то есть ширину, длину нарезка идет поэтапно. Изначально у нас процесс происходит замешивание теста, то есть у нас находятся наверху два бункера, которые помещаются по 300 килограммов. Потом подается тесто уже в ворошилку, где сохраняет свою температуру и потом тесто раскатывающие валы, где после она проходит термообработку, потом нарезка лапши до нужной толщины и ширины, потом подается она у нас в сушку и этот весь процесс у нас доходит до 100 метров, то есть поэтапно занимает 100 метров. После, в самом конце, мы получаем готовую продукцию. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, в Казахстане производством макаронных изделий занимаются 40 предприятий. В 2022 году зафиксирован рост производства почти на 6%. По данным ведомства, в 2021 году было произведено почти 160 тысяч тонн макаронных изделий. При этом отмечается, что казахстанцы потребляют ежегодно в среднем около 130 тысяч тонн макарон. Что касается экспорта, основными потребителями казахстанских макарон являются Россия, Узбекистан и Таджикистан. Макаронный рынок имеет крупные масштабы в мире. Общий экспорт макаронных изделий составляет более 8,5 миллиардов долларов США. При этом доля казахстанской продукции на рынке составляет менее 0,2%. Учитывая наличие высококачественных компонентов для производства макарон на внутреннем рынке, мука, вода и прочие добавки, у Казахстана большой потенциал развития в данной отрасли. Добавленная стоимость при производстве макаронных изделий многократно превышает добавленную стоимость при производстве продуктов среднего передела, муки пшеничной или экспорта сырья. Увеличение объемов производства макарон будет способствовать развитию экспортного потенциала, созданию новых рабочих мест на предприятиях, а также обеспечит гарантированную загрузку отечественным производителям. Люди хотят жить по принципу, есть стабильная работа, есть уверенность в завтрашнем дне. Я окончил Тарасский технологический университет, Тарзур. В 2007 году работаю здесь технологом. Нравится то, что нашим настоящим директорам, то, что есть определенность, есть уверенность, что в будущем будет развитие. Я познакомился со своей супругой здесь, она определенное время, где-то в течение года поработала здесь. В данный момент у меня, например, мы ждем пятого ребенка. Макаронные изделия – это ценный пищевой продукт, имеющий следующее преимущество перед другими. Продолжительное хранение, один год без изменения свойств, быстрота и простота в приготовлении. Высокая пищевая ценность. Блюдо, приготовленное из 100 грамм сухих изделий, на 10% удовлетворяет необходимое для организма человека суточное количество белков и углеводов. Высокое усвоение питательных веществ в макаронных изделий, белков и углеводов. Пройдя многовековой путь совершенствования, макаронные изделия с каждым днем все больше и больше радуют нас, привнося в нашу жизнь приятные впечатления. Кроме того, принято считать, что макаронные изделия, приготовленные из муки грубого помола, снижают уровень холестерина в организме. Активное употребление макарон сформировало некоторые покупательские привычки среди потребителей данного товара. Например, половина потребителей предпочитает покупать макаронные изделия в упаковке. 25% потребителей макарона дают предпочтение развесным макаронным изделиям. 24,8% отметили, что не имеют на этот счет принципиальных предпочтений. Что касается покупательских предпочтений относительно выбора марки макаронных изделий, то большинство потребителей, это 55%, как правило, покупает 2-3 определенные марки. Число приверженцев одной определенной марки составляет 21% потребителей макарон. 23,9% составляют неустойчивые потребители, то есть те, кто не имеют стойкой приверженности к определенным маркам. Пусть же на вашем столе всегда будут качественные и вкусные макаронные изделия и, конечно же, казахстанского производства.